Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Сегодня у нас особенный день, день, когда мы и празднуем Жатву, то есть День Благодарности Господу и не только за плоды земли, но прежде всего за духовные плоды, за благословения в уходящем году по иудейскому календарю, за то, что Господь приложил новых членов к нашей Поместной Церкви, за то, что Он продлевает Свою не только спасающую, но и сохраняющую благодать для нас. И сегодня, в 29-й день 9-го месяца, мне хочется напомнить вам из книги «Второзаконие». «Второзаконие» – это значит повторение закона. Из 29-й главы 9-й стих. «Соблюдайте же слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать». Слышите? «Соблюдайте законы Божьи и будете иметь успех». Слово «успех» имеет корнем «спеть», то есть «поспеть», «созреть». И если мы посмотрим на Слово Божие, то видим, как вот Господь благословлял Своих рабов, приносящих плоды праведности и благочестивой жизни. В частности, вот об Иосифе мы читаем в книге «Бытие» в 39-й главе 2-й и 3-й стихи. «И был Бог с Иосифом, и он во всем имел успех». А если мы обратимся к Новому Завету, то мы читаем уже в 1-м послании к Тимофею здесь удивительные слова в 4-й главе 15-м стихе. «А всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой был для всех очевиден». Господь желает, чтобы мы были успешными, хотя немногим достается успешный бег, как написано, но мы должны подвязаться в беге на ресталище таким образом, чтобы достичь финишной линии, чтобы достичь награды, достичь Христа, достигнуть вечной жизни, к чему когда-то стремился великий подвижник благочестия апостол Павел. Мы знаем, что всякое дерево, оно проходит процесс роста. и этот рост впоследствии выражается в плодах. Плод же Духа, как мы сегодня слыхали, братья нам напоминали по тексту послания Галатам, вот, 5-й главы, он многообразен, он многогранен, он насчитывает 9 свойств этого плода. Первые три свойства касаются наших отношений к Богу. Это любовь, радость и мир. Вторые три свойства касаются наших взаимоотношений с ближними. это благость, долготерпение и милосердие. И, наконец, третья часть, третья связка, свойств плода, плода Духа Святого. Это вера, кротость и воздержание, которые касаются, вот эти вот добродетели, лично нас самих и нашего духовного усовершенствования. Дерево всякое, оно сначала бывает бумагой, а потом становится книгой, а потом наполняется каким-то содержимым, какими-то мыслями, какими-то идеями, какими-то предписаниями. И мы пользуемся уже этими мыслями. Точно так же и каждый человек своего рода книга. Книга, которая где-то как-то подобна дереву. И не случайно в Нагорной проповеди Спаситель сказал, что деревья бывают добрые, бывают худые, то есть плохие, а бывают и бесплодные. То есть такие, знаете, и недобрые, и неплохие, и не холодные, и не горячие, ладикийские, вот верующие бывают. И, конечно же, за бесплодие расплата ужасная. Да не будет от тебя плодов вовек, так сказал Христос в адрес бесплодной смоковницы. Но мы знаем, что Господня благость и милость велика, и Он продолжает настаивать на том, чтобы оставить деревья в его саду еще на один год. Может быть, предпринимает усилия для удобрения этих деревьев, чтобы они принесли соответствующий плод. Ну, как, скажем, смоковница приносит инжир, а пальма финик. И я, как плодоносная пальма, говорил о себе псалмопевец, и с маслиной сравниваются верующие люди. Это очень важно быть добрыми, плодоносными деревьями, сочными даже в пожилом возрасте, даже в старости. И мы читаем послание к филиппийцам в первой главе в одиннадцатом стихе. А когда наступает осень, то исполнены плодом праведности Иисусом Христом во славу и похвалу Божию. В Евангелии от Иоанна в пятнадцатой главе в восьмом стихе Господь говорит о себе как об истинной виноградной лозе и подчеркивает «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода». То есть, если это будет разнообразный плод. Вот сегодняшнее наше богослужение это тоже плодоносное дерево своеобразное. Не счесть, сколько было прочитано стихотворений, сколько песен было спето в назидание, во славу Божью, сколько проповедей прозвучало с кафедры. И они продолжают звучать в наших сердцах. Мы читаем послание Колоссиным в первой главе в десятом стихе о том, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом. А когда наступает осень, формулируется вопрос, как духовно мы плодоносим, и прославлен ли в нас Христос, совершаем ли подвиг крестный, подчиняя себя о труду, или зря занимаем место мы в церковном его саду. Обеспечить финальной датой может смерть без излишних фраз. Слава Богу, что есть ходатай преднебесным Отцом за нас. О беспечных деревьях просит Он, являя свою любовь, чтобы в очередную осень больше мы принесли плодов. И сегодняшний день это день анализа нашего духовного плодоношения. Какие добрые дела, какие хорошие слова мы принесли на пользу нашим ближним и во славу нашего Господа. Вот сегодня мы должны об этом подумать. Никогда не иссякнет ресурс моего словословия Богу, потому что мой царь Иисус указал мне в бессмертие дорогу, и когда отдаленнейших звезд во вселенной я духом достигну. Я воскликну спасибо, Христос, что вписал ты меня в свою книгу. Книга жизни открыта пока для стремящихся искренне к Богу и влечет благодати река всех нас грешных к Христу на Голгофу. Да, сегодня мы размышляем об этом. Что мы сделали для Бога в предыдущий период года, а также и в сегодняшний день. Растения, они, знаете, существуют как бы в двух ипостасях. У них есть подземная часть и есть наземная. И все зависит от корня. Вот ель, например, имеет очень слабые корни, а у сосны корни уходят в глубину пять метров, поэтому сосна гораздо прочнее. Вы знаете, какая слабая корневая система у акации, стоит ли только налететь к какому-то бурному урагану, эти деревья сплошь рядом валятся на землю, придавливая людей и автомобили. Точно так же и в духовной жизни Господь хочет, чтобы, как написано в притчах, корень праведников был неподвижен, чтобы этот корень был стабилен, чтобы мы были глубокими, глубинными христианами, и поэтому мы должны укореняться утвержденные в любви, в благодати Божией, Духом Святым укореняться и питаться соответствующими минералами и витаминами, поливаться водой, стремиться навстречу солнцу. Мы знаем, что сеющие со слезами будут пожинать с радостью, говорит нам псалмопевец в 125-м псалме. И мы сегодня благодарны Богу за то, что Он обогащает нас изобилием плодов не только тех, которые мы видим вот в наших экспонатах жатвенных, вот здесь на витрине. Безусловно, мы благодарны Ему за хлеб, за овощи, за фрукты, которые нас витаминизируют, которые обеспечивают жизненные силы, циркуляцию белков, жиров и углеводов в нашем организме. Таким образом мы живем, движемся и существуем. и братья уже говорили нам вначале, что мы должны питаться плодами с дерева жизни, которое двенадцать раз в году дает эти плоды. И это дерево жизни есть Господь Иисус Христос, Который сказал о себе «Я есть путь истина и жизнь». Иосиф имел успех. Я вспоминаю, знаете, еще моего большого друга Иосифа Даниловича Бондаренко, который был в нашей церкви неоднократно и в старом, и в новом здании, благословлял моего сына Иосифа на семейную жизнь. Само слово Иосиф означает плодоносный. И вот сейчас они отмечают в Бресте 50-летний юбилей, золотую свадьбу. Это были тяжелые времена, когда запрещено было проводить многочисленные христианские браки. И когда они объявили о своем желании вступить в брак 50 лет тому назад, то власти необычайно взбунтовались. Они сказали, это хитрость, с помощью которой Иосиф пытается собрать съезд верующих людей. конечно, там было очень много препятствий со стороны органов газобезопасности, но эта свадьба, этот съезд, насчитывающая двух тысяч гостей, все-таки состоялись. В сердцах по милости Господней горит божественный елей, в семье друзей моих сегодня благословенный юбилей. Они шагают по этапу пятидесятилетний срок. Враг наших душ пошел в атаку, но горький получил урок. Ах, это свадьба в дне гонений. Друзья все дружно едут в Брест, а у властей других нет мнений, Иосиф собирает съезд. Такое торжество впервые в те дни увидела страна, как шифр Иосиф и Мария, библейские их имена. Ушел в архив период летний, настал период золотой, этап пятидесятилетний уже остался за чертой. Промчались быстро полстолетия, с тех пор, как свадебный был Брест. Благословенное наследие несет теперь благую весть. Противостав стихии грешной, духовной, не страшась войны, они сражаются с надеждой достичь божественной страны. Живя в структуре тела скромной поют друзья хвалу Христу, который жертвой крестной, кровной принес нам с неба чистоту. Господь нам дал святое право врагов любовью побеждать, да будет Иисусу слава за праздничную благодать. А мы Всевышнего попросим, чтоб в мире, где так много зла, Он вам, Мария и Иосиф, побольше радости послал. Я не смог поехать в Брест в силу своей немощи, но послал им это стихотворение, опубликовал его в литературном сайте. Я думаю, что Господь благословил этого труженика, который отсидел в узах за слово Божие три раза по три года. Итого девять лет в общей сложности. В том числе и за такие съезды, за молодежное общение, в которых мы с Ним часто совместно принимали ревностное усердное участие. И пусть Господь благословит его, он сейчас живет семьей, многочисленной многодетной семьей в городе Санта-Барбара в Калифорнии в Соединенных Штатах Америки. Конечно, Господь и к нам простирает свою милость. И Он говорит нам, в том числе и молодым, как мы читаем в книге мудрого экклезиаста. Веселись, юноша, в юности твоей, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Приходит время, мы перестаем быть юношами, проходит летний период жизни, наступает осень, даже глубокая осень, и мы становимся уже не просто дедушками, а прадедушками. Вот 24 числа моя внученька Настенька, которую мне довелось когда-то крестить здесь, она была самым молодым членом нашей церкви тогда, она родила внучку с именем Изабелла Мария. И таким образом сделала меня в 67 лет прадедушкой, а своего папу Михаила, которого сейчас зовут Майклом там на американский лад, в 39 лет сделала дедушкой, а маму в 37 лет бабушкой. Ну вот такие ранние дела случаются. Я набросал коротенькое стихотворение, которое им послал 24 числа. Высоким званием суперстар я обеспечен, я стал круче, я прадедом отныне стал благодаря родившей внучке. Я думал, что я только стар, но правнучка внесла поправку. Теперь я прадед, суперстар и говорю народу правду. А сын мой, дед под 40 лет, ему по-своему комфортно, счастливый вытащил билет, не чувствует себя он гордо, в смирении принимает Майкл подарок Божьей благодати. Ему за это ставим лайк от имени сестер и братьев. Ну вот награда от Господа дети плод чрева. Так Соломон мудрый говорил, так я читаю из 126 Псалма, стих 3, когда мы благословляем наших родителей и скоро, надеюсь, будем благословлять и маленького Ванечку, которого София и Игорь. Господь приумножает наши ряды, у нас очень много детей и слава Ему за это, это будущее церкви, это будущее поколения, которое должно сохраниться для славы Божьей. И мы особенно благодарны Господу за то, что Он является лучшим помощником нам. Христос когда-то сказал, не бойся малое стадо. Вот в Израиле сегодня отмечают Рош-Хашана Новый Год и вы знаете, говорят, Израиль это большое государство или маленькое? Ну, говорят, если маленькое, то назвали бы его не Израиль, а Изя. Есть такое выражение. А раз Израиль, то значит глобальное государство, которое по всему земному шару имеет своих граждан. но тем не менее по масштабам, по размеру, по количеству людей, бесконечно истребляемых врагами Божьими, это считается маленькое государство. И я хочу обратить ваше внимание вот на такой зеркально-симметричный текст из Библии. 41-14. 41 и 14 это перевернутое 41 число из книги пророка Исаии. Слушайте, что здесь написано. Не бойся червь и аков. Червь и аков, так написано. Малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь и Искупитель твой. Я помогаю тебе. А если Господь помогает маленькому государству, который является ветхозаветным народом Божьим, то тем более он будет помогать и нам. Независимо от того, много христиан на земле или мало, его интересуют только верные ему христиане, соблюдающие заповеди его, послушные его слову. Вот в этом случае он говорит, я помогаю тебе, сидя с вами во все дни до скончания века. И несмотря на то, что много врагов вокруг Израиля, и они многочисленны, они всегда бывают побеждены, потому что Господь поборает за Израиля, как Он поборает за церковь. С любой столкнувшись дракой, в любой вступая бой, не бойся, червь Иаков, поскольку я с тобой, я искупитель чудный, овец не дам порвать, Израиль малолюдный не должен унывать, врагов накроет гарью, в долинах их скорбей, поскольку помогаю я в бедствиях тебе. Вот что говорит Господь. Это его обетование, да и аминь, потому что ни одна йота, ни одна черта не пройдут из закона, пока не исполнится все. И Господь нам дает плоды уже при нашей жизни. Конечно, Он сказал, что если зерно пав, землю умрет, то принесет много плода. И это случилось в жизни нашего Спасителя. Но даже и при жизни мы видим иногда множество благодатных плодов. Я вспоминаю двух своих учительниц, которые преподавали мне, одна из них до сих пор живая, учительница математики Валентина Алексея Нагапонова. Они стали членами нашей поместной церкви. Пришлось преподавать им святое водное крещение. А в то время, я помню, Валентина Алексеевна говорила, Сашенька, да не губи свою жизнь, все пойдет наперекосяк твоей жизни, откажись от Бога, и тебе сразу дадут золотую медаль по окончанию школы. Конечно, она тогда не знала, что говорила, точно так же, как люди, которые кричали Христу, сойди со креста. Они не знали, что творили, когда прибивали его ко кресту, и он так и сказал, прости мы, ибо не знают, что делают. Но вот Господь просветил ее очи благословением своим, светом своего евангельского учения, и она прекрасная христианка. Господь дает нам плоды. Когда-то Жан-Жак Руссо говорил, терпение горько, но плод его сладок. Вот как никогда, может быть, в последнее время, в преддверии второго пришествия Иисуса Христа, нам необходимо не просто терпение, а долготерпение. Вот этот вот витамин Д, о котором говорит апостол Иаков, долготерпите и вы, ибо пришествие Господне приближается. Терпение горько, но плод его сладок, заметил философ Руссо. Тогда в голове наступает порядок, спокойным окажется сон, а долготерпение высшую сладость и мозгу, и сердцу дает, и мы, ощущая великую радость, большой совершаем полет. Поэтому во втором послании к Висалоникийцам в 3 главе 5 стихе апостол увещевает. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово. Слышите? Терпение Христово, оно нам крайне необходимо. Мы иногда слышим поговорку «Христос терпел и нам велел». Это терпение Его, смирение, кротость были драгоценные грани небесного бриллианта, о котором апостол Петр пишет в первом послании Петра во второй главе вот тут 3-4 стихи «Но вы вкусили как благ Господь». Вот брат открывая служение напоминал нам, что мы должны вкушать благость Господнюю, приступая к Нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. Вот самый драгоценный камень на земле это бриллиант со шлифованными гранями он сверкает многообразием красок и он стоит очень и очень дорого. И если уж провести аналогию, то драгоценным бриллиантом с большой буквы является Господь Иисус Христос. А дальше мы на этом краеугольном камне Христе строим свое здание веры, как живые камни, дальше пишет апостол Петр «Устрояем священство святое, бриллиантовый кристалл, крестный подвиг Иисуса. Не сошел Господь с креста, чтоб мы не остались в узах нас гнетущего греха, убивающего радость. Божья милость велика, в ней открыта рая сладость. Бриллиантовый кристалл засверкал в душе красиво, велика любовь Христа и святого духа сила, доброта и красота крестной жертвы искупления, как сияющий кристалл, озаряет зону тления и выводит в Божий свет нас из бедственного мрака, оставляя яркий след, изгоняя призрак страха. Если кто от бед устал, зажигает ум и чувства бриллиантовый кристалл благодати Иисуса. И когда мы размышляем в наших скорбях и переживаниях о немощах, о болезнях наших, то давайте посмотрим на этот бриллиантовый кристалл, на это солнце правды, которое нас озаряет, которое нас витаминизирует, нас укрепляет, нам дает рост. Вот есть такой процесс в организме фотосинтез. От солнца физического мы зависим. И витамин Д внутри нас синтезируется. И другие благотворные процессы происходят, особенно в летний, в солнечный период нашей жизни. Тем более Христос, который как солнце правды написано в книге Прокамалахи в 4 главе во 2 стихе. И исцеление в лучах его. Вот когда мы заряжаемся этой духовной энергетикой от солнца правды, все наши немощи нивелируются, все болезни уходят прочь. Много горьких часов нам приносят болезни. То давление подъем, то падение вниз. Для здоровья души испытания полезны, но телесные при этом трещит организм. Неуютно становится в плотской квартире, неполадки везде, за бедой у беда, разрушаются ткани, тускнеют картины, провисают артерии вен провода, в самых разных местах появляются боли, в массе грустных проблем за сюрпризом сюрприз, возникает нужда в исцеляющем Боге. С каждым днем тяжелей и сильней смерть и риск. Такова наша жизнь и смысл ее в благовесте о Христе как источнике дивных чудес. Будем силой его побеждать все болезни и нести терпеливо свой собственный крест. И апостол говорит, если с ним терпим, то с ним и царствовать будем. Это второе послание к Тимофею. И, конечно же, в преддверии второго пришествия Иисуса Христа очень важно не ослабеть, не упасть, дойти до цели, до конца. Впрочем, близок конец, посему будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах, призывает нас Господь, имея в виду то, что времени уже мало остается. И жатва это кончина века. И кончина человеческой цивилизации вот этой греховно-языческой. И кончина может быть индивидуальной жизни какого-то человека. От неизбежного уйти невозможно, но нужно принимать это неизбежное как должное, помня, что возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Мы уже на финишной прямой. Бьют планету, озверело бедствие, подавляется свет нагло тьмой, приближается момент пришествия нашего Спасителя Христа. для суда над грешным человечеством. А насколько наша жизнь чиста, чтобы встретиться достойно с вечностью. Пожирает ржавчина и моль наши всеземные достижения. Мы уже на финишной прямой. За Творцом последнее решение. Скоро Божий вестник вострубит и польется с неба чаши с бедами. А пока ввиду грядущих битв всем Евангелие проповедано. Тело предназначено Христу. Смерть Его преддверие воскресения. Счастье, сопричастие Христу самый лучший повод для веселья. Сопричастие Христу самое высшее счастье. И мы уже причастники Христу. Читаем мы послание к евреям в 3 главе в 14 стихе. Если начатую жизнь, твердо сохраним до конца. И проповедано будет Евангелие Царствие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец, сказал Спаситель в эсхатологической главе 24 Евангелия от Матфея. В 14 стихе это записано. Но Слово Господне пребывает в век, а это есть то Слово, которое нам проповедано, пишет апостол Петр, в 1 главе в 25 стихе. И Он призывает нас к тому, что если в нас это есть, если это Слово в нас действует, то мы не останемся без успеха и плода в познании Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Господь желает утвердить в Нем наши корни. Он желает полить нас, как растение, которое Он опекает. И в то же время написано в Иоанне Леониде Макфееве, 15 главе в стихе 13, а всякое растение, которое не Отец Мой насадил, искоренится. Наряду с пшеницей, мы знаем, растут и плевелы. И эти плевелы, эти сорняки вредят живым, полезным растениям. Но Господь бодрствует над Словом Своим. Он заботится о нас, и мы должны все заботы наши возложить на Него, потому что Его пришествие приближается. И всегда должны помнить о смерти. Есть такая вот поговорка момента моря, то есть помни о смерти, потому что смерть это преамбул жизни, вечной жизни, потому что Господь близко, и Он хочет, чтобы мы были сочными, плодоносными деревьями в Его церковном саду. Он желает, чтобы мы сеяли доброе семя. Как один из поэтов Николай Некрасов сказал, сейте разумное, доброе, вечное, сейте, спасибо вам скажет сердечное. Русский народ, украинский народ, даже вот те люди, которые вокруг нас, они говорят нам спасибо за то, что мы сеем семена благовестия, сопровождая их добрыми словами и делами, как плодами, в нашей жизни. Да поможет нам Господь в усердие не ослабевать, духом пламенеть и Господу служить. И снова возвращаюсь вот к тому тексту, который я зачитал изначально, в 29-й день 9-го месяца из Второзакония 29-я глава 9-й стих повторения мать учения соблюдайте же слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, как и написано, и во всем, что он не делает, успеет, во всем, что вы будете делать. Да поможет нам в этом Господь. Слава Ему, слава Иисусу Христу во веки веков. Аминь. Аминь.